Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о российском футболе, который вышел из летней спячки, с чем я вас, собственно, и поздравляю. И сегодня мы получили, на удивление, бодрый и интересный матч-дебют нового сезона. На удивление, потому что стартовала встреча Локомотива и Акрона осторожненько, закрыто, и ничто не предвещало беды, а может быть наоборот, ничто не предвещало счастья. В какой-то момент просто внезапно обе команды слетели с катушек и пошли играть баш на баш, атака на атаку. Получилось содержательно и интересно, и встреча, которая казалась нам чем-то непонятным и, возможно, унылым в итоге, получилась самой настоящей феерой. Давайте ее обсудим. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором вы можете получить очень много контента моего производства. Статьи, заметочки, разные интересные факты футбольные, все это в моей телеге. А еще там вы можете получить очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы получите все нужные инструкции и с их помощью получите тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь. Ну и вообще, переходите на мою телегу, там много всего интересного. Ну а мы сосредоточимся на матче и начнем со стартовых составов. Тем более, что здесь нам предстоит, так скажем, изучать, что же это за команда Акрон, знакомиться с их составом и так далее. Да и локомотив сильно поменялся. Давайте начнем с красно-зеленых, потому что здесь, глядя на вот эту обойму, сразу возникало множество вопросов. И не только по персоналям, но и, в частности, по схеме игры, по системе и по всему остальному. В центре защиты и на флангах здесь появилось сразу пять номинальных футболистов, вот тех самых бровочников. И тут, с одной стороны, многие графисты, многие сайты, например, тот же самый Хускорт, прописали пять защитников. Многие прописали четыре, и эти князяна в средней линии. На мой взгляд, здесь истина где-то посередине. Не в смысле, что в полузащите, а в том плане, что здесь схема была достаточно гибкой. И те игровые нюансы, которые были использованы Галактионовым еще в прошлом сезоне, здесь они продолжаются. То есть умение некоторых футболистов сыграть и в обороне, и в атаке обеспечивает вот такую вот универсальную схему. То есть стекнезиан, который очень высоко поднимался при позиционном нападении, а при обороне поддерживал защитную линию, был вот здесь таким вот элементом тактической гибкости. Рядом с ним, в качестве страхующего игрока Сильянов, здесь же Ньямси и Морозов, Нинахов справа, в центре Байенов, Карпукаса и Батраков, в атаке Воробьев и Пеняев. Что тут бросается в глаза? Максимально уплотненная оборона, центр поля с тремя игроками, способными действовать как разрушители. Да, понятное дело, что каждый из них при необходимости может и атаку поддержать, и Байенов, отдавший голевую передачу, лишнее тому подтверждение. Но, согласитесь, здесь изначально состав выглядел каким-то осторожным, особенно в рамках матча против дебютанта высшей лиги. Ну и впереди Воробьев плюс Пеняев, то есть тут целый ряд важных исполнителей, звездных исполнителей, можно сказать, остался на скамейке запасных. И Сулейманов, и тот же самый Салтыков, и Сарвели, который способен, в принципе, претендовать на место в основе, когда он в хорошей форме, и Самошников. То есть здесь локомотив в этой встрече, он как бы подчеркнул, что глубина состава-то у них тоже имеется. И они, метая, которым тут недавно Ювентус, по слухам, интересовался, могут оставить на скамейке запасных и даже с этой самой скамейки не выпускать. Любопытненько, согласитесь. Теперь касаемо Акрона. Здесь сразу нужно отметить, что знакомых нам фамилий немного, но они есть. Есть Салтмурат Бакаев тот же самый, есть Максим Полиенко, есть даже на скамейке запасных заметные персонажи вроде Москвичева. Но в целом пока что мы просто знакомимся с этим коллективом, где много малоизвестных нам россиян, где недавно еще пополнившие российский футбол легионеры. И поэтому здесь команда под руководством Тедеева является пока что вот такой загадочкой для нас, которую нужно так или иначе разгадать. Но что точно можно сказать, что схема это 4-3-3 и то, что команда, ну, на мой взгляд, не боится вообще никого. То есть в этой встрече у Акрона было больше владения, чем у Локомотива. И это было связано не только с тем, что Локомотив, ну, скажем так, все время забивал первым, а Акрон отыгрывался, и им приходилось перехватывать инициативу. Нет, все-таки здесь значительная часть встречи прошла при равном счете. Поэтому тут фактор забитых мячей Локомотива вряд ли как-то сильно влиял на процент владения Тольяттинского коллектива. Видимо, это конкретно просто такая тактика. Играть в атаку, играть смело, играть дерзко, и это, черт возьми, подкупает. Подкупает и то, что коллектив не пытается действовать прямолинейно. Здесь мы видим комбинации. Очень хорош Бакаев. То есть вот пока у Зелимхана Бакаева, который вроде как считался всегда талантливее и интереснее проблемы, причем серьезной в Зените, Салтмурат вот, пожалуйста, в куда более скромном коллективе. Но смотрится круто и интересно, создает моменты. Так что здесь Акрона с Бакаевым-младшим в центре построений смотрится вполне себе командным механизмом. То есть это не отдельно взятые какие-то разорванные лоскуты. Нет, это целостное полотно футбольное. И это действительно интересно. В данном контексте Локомотив, как мне кажется, в чем-то даже уступал своему оппоненту. Потому что с Лока, ну как бы это сказать, была странная ситуация. Такое ощущение, что тут либо Акрон их все-таки смог поджать и отнять процент владения, либо, ну может быть, это изначально тактика от Галактионова, что возможно и объясняет. Появление такой плотной середины поля, такого большого количества защитников и всех остальных. И в данной ситуации, если эта тактика действительно была осознанным выбором, то вряд ли он сработал. Потому что в защите от обороняться Локомотив уж точно не сумел. И в первую очередь Локомотив взял свою атаку. Впереди было действительно интересно. И впереди Лока смотрелся эффективно, с хорошим выходом из обороны в наступление. Быстрые атаки раз за разом приносили опасные моменты, а то и забитые мечи. Ну и плюс к этому прессинг. То есть прессинг, быстрые атаки, уплотнение середины поля и защиты. Работа с меньшим процентом владения. Блин. Как будто команды поменялись местами. Мы вроде как ждали от Акрона подобного стиля игры, а здесь в подобной стилистике работал Локомотив. Ну и в итоге, наверное, в этом все-таки была определенная логика. Но состав и вот эта максимально уплотненная защитная линия и полузащита не сработали именно для оборонительной фазы. Потому что тут Локомотив все-таки позволял команде Тедеева хозяйничать на своей половине поля. Создавать моменты. Это факт. С другой стороны, возможно, та же самая плотная полузащита позволила команде выстроиться так, что их прессинг оказался максимально эффективным. Фактически Локомотив первые свои два мяча забил после прессинга, после перехватов на чужой половине поля, после отборов, после ошибок соперника. Это единственное, что один из этих мячей отменили из-за игры рукой. Но тем не менее, общая эффективность этой ставки была заметна и, возможно, здесь как раз-таки схема игры Лока и приносила нужный результат в данном контексте. Проблема заключалась в том, что на каждый подобный момент у Акрона был свой, так скажем, контрвыпад, который был достаточно опасен. Хотя здесь, наверное, все-таки для справедливости следует констатировать, что больше на контратаках играл Локомотив. Вообще, в этой встрече мы увидели такую весьма показательную статистику. 60 на 40% владения в пользу Акрона, а по ударам 18-13 в пользу Лока и 8-5 попадания в створ. То есть здесь, что мы наблюдаем? Тот самый процесс, когда одна из команд, отдав мяч, при этом берет инициативу в свои руки и за счет контратак и контрвыпадов, в том числе, создает опасные моменты. И тут, если брать второй гол, это скоростная атака с передачей Баринова, третий гол, это вообще такой архетипичный мяч, быстрый переход из обороны в атаку, отличный вынос. И там сыграло свою роль то, что, возможно, является сейчас главным преимуществом Локомотива над конкретным соперником. Та самая мощная скамейка, о которой я сказал, потому что здесь в голевой атаке поучаствовал и Сарвели, и Сулейманов, и тут, ну, что можно сказать? Именно такие футболисты решили исход встречи, потому что у тольяттинцев даже близко такого резерва не было, а когда против них вышли такие классные свежие резервисты, Самошников, Сарвели, Сулейманов, Салтыков, тот же самый Раков молодой, ну, тут просто нечем было Тидееву парировать. Поэтому матч, который начинался тихоходно, дальше мы увидели потрясающий отрезок с четырьмя мячами подряд, и после этого такое ощущение команды немножко как будто испугались вот такого темпа игры. Второй тайм вышел не таким зрелищным, однако во втором тайме как раз вот этот фактор скамейки и резервистов Локомотива позволил красно-зеленым в нужный момент взвинтить темп и добиться того самого решающего опасного момента и как итог победы. Таи-два красно-зеленые начинают этот сезон с трех очков в матче с Акроном.